Сегодня, 7 мая 2016 года, в 12.00 в сквере героев, состоялось открытие памятника жертвам необъявленной войны на Донбассе «Скорбь и печаль». Значение памятника глубоко символично. Две полуарки символизируют руки родителей, которые стараются закрыть своих детей от ужасов войны. А черный колокол – символ скорби и печали о всех взрослых и детях, кто погиб в этой войне. Изготовленные из гильз цветы символизируют продолжение жизни и несгибаемый дух горловчан. На открытии памятника присутствовали депутаты Народного совета ДНР Юрий Крикуленко, Александр Сереженко, Татьяна Демченко, первый заместитель главы города Горловки Сергей Гончаров, заместитель главы города Горловки Евгения Панфилова, а также председатель общественного движения «Свободный Донбасс» города Горловки Олег Губанов. Слово предоставляется депутату Народного совета первого созыва Донецкой Народной Республики, заместителю председателя общественной организации «Союз десантников Донбасса» Юрию Алексеевичу Крикуленко. Сегодня небо густит. Сегодня мы собрались с вами, чтобы скорбить по тем, кого с нами уже нет. Сегодня мы собрались в память тем людям, которые погибли в этой необъявленной войне. Кто-нибудь мог из нас себе представить, что в наше мирное время мы будем подвергнуты артиллерийскому обстрелу? Кто-нибудь мог себе подумать, что от разрыва мин будут гибнуть женщины и дети? Даже сейчас, когда война уже длится два года, это невозможно представить. Каждый из нас, кто-то или наших знакомых, или наших друзей потеряли близких, друзей. Я в том числе потерял друга. И мы спрашиваем себя, до каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы будем ложиться спать в надежде на то, что сегодня ночью ни нашим родным, ни нашим близким, ни нашим детям на голову ничего не прилетит? Мы спрашиваем угронасыстов, до каких пор будут гибнуть наши друзья, наши горловчане. Но сколько бы это ни продолжалось, я уверен, с такими людьми, как в нашем городе, наш город выстоит. И как 70 лет назад, победа все равно будет за нами. За активное участие все те, кто остался небезразличным, специалисты в своей области, которые работали над изготовлением памятника, люди, высадившие рябины, как аллею памяти, были награждены грамотами от общественной организации «Союз десантников Донбасса», который вручил депутат Народного совета ДНР Юрий Крикуленко. Напомним, что с инициативой по устройству памятника жертвам необъявленной войны на Донбассе на месте гибели горловской Мадонны, молодой девушки с ребенком, погибших в июле 2014 года, в результате обстрела нашего города украинской армии выступили депутат Народного совета ДНР первого созыва Татьяна Демченко и помощник депутата Олег Губанов. Дорогие друзья, гости нашего города. Тяжело говорить такие моменты, слова, но сейчас перед глазами стоит картинка 27 июля 2014 года. Я был участником этих событий, находился в этом месте. Тяжело говорить, когда пакет градов накрыл наш любимый город. Я видел людей, видел их взгляд. Взгляд спрашивал, а неужели такое могло случиться? Неужели такое могло произойти? Да, да. И действительно, почему так? Почему те люди, которые жили с нами в одной стране, совершили такое преступление? Я считаю, история обязательно даст оценку этим действиям. И самое главное, я увидел, как все мы умеем радоваться жизни. Буквально через некоторое время мы поверили, что такое жизнь и начали восстанавливаться в любимый город. Вот рядом 85-я школа. Уже 2 октября без всяких ресурсов и зне мы ее восстановили. Точно так 55-я школа. Точно так проспект Победы 50 возле магазина ТБ. То же самое и Герцена 29А. И много-много других. Я очень горжусь вами. Я очень горжусь своим любимым городом. Спасибо вам за все, мои дорогие. Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому!